Напряженность между Азербайджаном и парламентской ассамблеей Совета Европы может достигнуть того предела, когда страна выйдет из этой структуры. В день открытия зимней сессии ПАСЭ не подтвердил полномочия делегации Азербайджана. Выдвинувший это предложение немецкий депутат указал следующие причины. Во-первых, в Азербайджане есть политзаключенные. Во-вторых, армянское население Карабаха было насильно вывезено. В-третьих, в 2023 году визит сопредседателя ПАСЭ в Азербайджан как минимум трижды не состоялся. И в-четвертых, Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЭ для наблюдения за президентскими выборами 7 февраля. Предложение, поддержанное не менее чем 30 членами ассамблеи, было представлено на оценку мониторинговому комитету. Комитет во вторник на пленарной сессии рекомендовал не утверждать полномочия азербайджанской делегации как минимум на один год. ПАСЭ жалуется, что ее сопредседатель по Азербайджану Лиз Кристоферсон посетила страну в конце прошлого года, но не смогла встретиться с лицами, про которых известно, что они политзаключенные. Депутаты ПАСЭ также недовольны тем, что Азербайджан препятствует их желанию наблюдать за ситуацией в Карабахе. По словам немецкого депутата, отказ в наблюдении за президентскими выборами 7 февраля является со стороны Азербайджана попыткой ослабить ПАСЭ. И хотя официальная реакция Азербайджана еще не последовала, про правительственных СМИ уже звучат анонсы выхода из ПАСЭ. Информационное агентство АПА пишет, что возможен также выход Азербайджана из юрисдикции Европейского суда по правам человека. Независимые местные политики и эксперты трактуют эти процессы как еще большее сближение Азербайджана с Россией и изменение модели сбалансированной внешней политики, провозглашаемой азербайджанским правительством на протяжении многих лет. Не далее, как 23 января, распространилась информация о том, что в Баку подписана дорожная карта на 2024-2026 годы по основным направлениям развития Азербайджана российского сотрудничества. Привлекает внимание также и то, что в последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев стал озвучивать более радикальные мнения по поводу евроинтеграции. В такой вот антиевропейской атмосфере Алиев, возглавлявший страну на протяжении 20 лет, готовится к выборам 7 февраля, на которых все прочие кандидаты известны своей проправительственной позицией.